Игнат Тихонович, а в книге Иоиля вторая и третья глава, про какие события говорите, про какую долину? Ну так прочитать надо, там увидим какую, какая глава, так вы прочитайте. Предыдущие и последующие, чтобы было видно, как правило, ответ тут, рядом. Ну еще никто не может прочитать. Так, прям вторую и третью главу целиком читать? Да не знаю, где она там, на эти места-то, она стих не назвала. Перед этим стиха два взять. Стиха два до-до и стиха два после, чтобы картина прояснилась. А если даже будет непонятно, то понимаешь, что к собственной душе относится это. Туда, Господи, веди твоих героев. Давай. Да, да, вот на эту долину. На такую долину речь идет. Так, вот это вот, какие события, нам это не надо знать даже. И не следует ни с чем соединять. Речь всюду и везде, косвенно, с перепрыгиванием отдельных стихов. Речь идет о славе Бога, и чтобы мы стали подобными, как Он свят. Вот я стыльно интересовался толкованием на третью книгу Ездру. И, наконец, нашел. И когда я узнал, что все это в прошлом, мне уже и даром не надо. Зачем голову забивать? Мне нужно сегодняшнее мне, что я могу передать другим. Какая долина, куда? Никакой долины нету. Долина – это почва. Это наше сердце. И как мы относимся? На какой стороне Христос? Достоевский это понял. Идет битва с дьяволом у Бога. И поле битвы сердца людей. Вот и долина. И лучшего толкования не было. Да какая конкретно? Они думали, зачем нам это знать? Вот начинают по событиям разделить, как вот было. Четыре ангелисты пишут. Как они события были? Какое за каким? Когда говорил? Это может говорить только человек, который не желает Богу служить. Ты любое место возьми, и ты увидишь, что там. Там любовь Божия. Рассмотри ее. Побеждение греха. А составлять эти таблицы в каком порядке? Зачем? Когда они даже апостолы пишут по-разному. А почему по-разному? Потому что события повторялись. Отче наш один раз сказал, а у Луки он пишет другой раз. А вот Мария Магдалина, она прибегала то рано, то в темноте, то в восходе солнца. Четыре раза бегала. И уже солнце взошло. Какие трудности-то здесь? Где противоречия? Нету. Так любому человеку можно представить. И просто сомневаться будут. Вот я говорю, я всегда после богослужения не задерживаюсь, иду домой. А сегодня после богослужения меня искать, а меня нету. Почему? А меня решили провести там больную посетить. Я не успел никому сказать. К примеру говорю. Да, вы сказали, что домой идете. Обычно, да. Обычно. Весь год я 55 раз домой шел. А 56-й вот сегодня меня попросили навести человека. Проповедь на эту тему говорил. О прощании. А завтра, если Господь благословит, буду говорить нахождение в вузах. Я уже давно говорил, никто не выходит на меня. Научитесь. Как правильно вести себя, когда арестован. Такой опыт, как у меня, ни у кого нету. Ниоткуда. Даже кто сидел, у него нет опыта. Я всюду, везде все записывал, внимательно смотрел. Разговаривал целыми днями, когда не молился. Допустим, воскресный, свободный день был. Я узнавал все. Как они попадают, что говорят. Считали, что я как закоренелый зэк. Каторжник. Как прятать, какие вещи, куда, на прогулки. Но все сводил к тому, чтобы распространять Слово Божие. И ни у кого, кто сидели священники, этого не было так. Почему? Господь видел мое желание. И когда говорили, а главная молитва какая была? Что Бог не отнял духа молитвы. Даже те, которые баптисты, по три раза уже сидели. И те не могли понять. Говорят, а как это дух молитвы? Рядом надо быть. Дух молитвы. Я пищу могу пропустить. Отдать. А это не могу. Время для молитвы. Я спрашиваю, не помешаю? Вся камера отвечает. Нет, нет. Тут все по-своему с ума сходят. Но потом все и поймут, что на ум наставлять начинаю. Завтра этот вопрос будет. Если Елена запишет, она еще... Служба не кончится. Глядишь, она уже выставляет. Вот работник. А сегодня я говорил о прощении. Хотя слова прощения в Библии вообще отсутствует. А что как? 20 глава Деяния апостолов. Как апостол Павел прощался. Вот нам образец. Слушаю. Инатий Тихонович, мир вам. С миром, Наталья. Смотрите, вы сегодня на проповеди в храме говорили, что нужно при прощании поцеловать человека, сказать, прости мне грехи мои, или если я тебя обидел, и сказать, иди с Богом. А когда Давид с Иоаннафаном, они прощались, он ему сказал, иди с миром. А вы говорите, что с миром не нужно говорить. Или я неправильно поняла? Нигде я не говорил. Мир, дружба с миром. У русских языков слово мир, это доброе отношение, и мир, весь мир, который называется миром. Горе тем, кто дружит с миром. Дружба с миром есть вражда против Бога. И в то же время Господь говорит, блаженны миротворцы, ибо они наречены будут сынами Божьими. Заодно только уподобление Богу, когда мир устанавливаем. Вот пример. Я познакомился с девушкой одной, это будущая жена. Поехал в Кызыл, это Тувинская ССР. А там баптисты, а она из старобрядческой среды. Родители все старобрядцы. Ну и меня пригласили к баптистам. А там тогда в 62-м году разделились инициативники. Стали бороться за свободу. Их сажают пачками. Там 130 человек уже сидело. 30 никогда домой уже не вернутся. Смелые люди. Ну и мне дали слово. Я когда слово говорил, и эти две общины примирились между собою. Как они плакали, как целовались. Но никто не знал, с каким баптистом я принадлежу. А я не баптист, а православный. И один человек у них обратился, который назывался старший пресвитер, роль епископа. Стал православным священником. Одно выступление. И все, что сатана городил эти годы, одним махом я так смел. И они вернулись к прежнему. А у них же сердца такие же, как у всех людей. И они потеряли друг друга. А тут целуются, не могут на радость. И мы опять вместе. Наташа, тут Ирина. Слово Божие. Оно обладает невиданной силой. Я выступил у них только один раз. А кто меня привел, его спрашивают. А он к кому принадлежит? К вам или к нам? Он к Богу принадлежит. Они так и не поняли, что я православный. Ты везде должен быть миротворец. А я что-то такой. Скажите, вот отец у меня жил здесь. Я его забрала, он пил. Он у меня здесь жил. И однажды он принес водку домой. И начал пить при мне. Я у него ее забрала, и мы поссорились. Но я его поравнала. Он умер там, на той родине, где он родился. Я у него как бы сейчас сожалею, что я его прогнала. Можно как-то у мертвых уже не спросишь никак, да, прощения? Дверь закрыта. Закрыта. Трудовая книжка. Хлопнули, и все закрыто. Считайте об этом 2 Коринфянам 5.10. Там определенно, четко и ясно говорится. Всем нам надлежит представить присудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле. Добрых он делал в теле. Все. И между нами и вами великая пропасть. Так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, и оттуда к нам не переходят. Лука 16 глава. Все. Но если он делал добро, даже не церковный был. Ну, допустим, мусульманин. Но он не против был Христа. Можно помолиться в келейной молитве дома. Церковь, вот она, сестра, родная сестра Льва Николаевича Толстого. Она там у оптинских старцев была. Можно нет молиться, Мария. А она и на кине была. Ей сказали, можно, но только дома. Вот так. Благодарю. Аллилуйя. Слушаю, у кого вопрос еще? Ни у кого нет, отхожу. Меня слышно, Игнат Тихонович? Ну, слышно. Ну, давай, говори. Ну, хотела, чтобы вы разъяснили. Закваска фарисейская, Иродова и Саддукейская. Что они означают для нас? Для нас они ничего не означают. Подобие им означает. Фарисеи. Фарисеи были люди, которые знали Писание. И это, ну, допустим, старобрядец. Он знает каноны, там, то, другое. Апостол Павел говорит, я от фарисея, от фарисея. Он не говорит, что от разбойника. А то учителя израильские были. Иродовы. Это партия такая была. Ленина, как-то Ленина сказать. Похожая такая. И они ее уже там, секта ему, поклонялись, Ироду. И как, уже считали, чуть ли не за Бога. Тут ничего такого нет. Это их имена, главные вожди движения. А мы хоть как говорим, и я христианин. Я христианин, но уже если я сижу глубже, я православный. Вот так. Все. Иван, Стихович. Да, Иван, слушаю. А как говорить с беспоповцами, они будто бы, у них свои книги какие-то, и они как бы не признают, как будто писание. А, вот в этом-то и суть вся. Они не признают, но ты признаешь. Вот, допустим, беспоповцы. У нас рядом урывка, село, откуда мед берем. И у них священства нету. А как с ними беседовать? По их книгам. Другие они не признают. И давайте побеседуем. Стали беседовать. А где написано, иерей глаголит. А написано, красным киноварь называется. Я спрашиваю, а это что? Ну, иерей. А где он? А у вас его нету. А у вас его нету, а книгу считаете? Как вы можете прыгать через это? Дальше начинаем со священства говорить. Все. Теперь она уже начинает искать, а где священство? Белокринецкая иерархия и Новозыпковская. У одних Корнели митрополита, а у тех патриарх Александр. Они патриархом его сделали, своего. Дальше уже по их книге говорить. А когда уже говоришь, что именно? Дальше доставай Библию, Евангелие. С душой можешь говорить. Ты должен быть внимательным. Павел говорит, для всех я сделал со всем. Для законов, как законник. Для чуждых законов, как чуждый закон, а не будущий чуждый закон, а внутри. Чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Вот я из зрения баптиста был как баптист этот день. И приобрел, не скажу, сколько людей. Вот так. Для всех. Для всех Христос. Да. Надо внимательно слушать апостола Павла. Для всех сделался всем. А то не просто так. Назначайте, Игнать Тихонович. Хорошо, слушаюсь. Слушаюсь. Сейчас мы найдем. Так. А у нас Елена Зису есть? Елена Зису. Я только что зашла. Я не была на занятии. Есть или нет? Есть, только я пропустила. Я только что зашла. Ну, помолиться сможете, когда сейчас помолятся, достойно пропоют и сразу совершить молитву своими словами. Можете? Ну, можно. Елена. Да, да, да. Вы меня слышите? Помолитесь? Да, да. Ну, все, слушай внимательно. Как скажет Аминь, брат, сразу начинай своими словами благодарить. И обязательно в конце прославь Святую Троицу. И громко скажи Аминь. И кто с ней согласен с ее молитвой, отвечайте Аминь. Молитва делается вашей сразу, как апостол Павел пишет первым коринфянам. Во славу Божию. Достойно есть якова истину, блажите Тя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херуви, и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога слово родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, Иисусе Христе, за этот день, за занятия, которые Ты нам посылаешь с Игнатием Тихоновичем по Святому Писанию. Если это возможно, Твоя воля святая, продли эти занятия еще, чтобы мы напитались Словом Божьим и могли применять Бог в жизни. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь. Что-то тихо тут перестало передавать. Так, я сейчас объявление дамы. Значит, нам сообщили, что груз идет поездом. Нам идет 4 тысячи, а тысячу поделили между Москвой и Казанью. И уже мне показали, как издали. Ой, ой, хорошее. Это Кистину Православию. И они ее сделали маленько по размеру, побольше. И, говорит, нам удобнее всего издавать так. Так что, смотрите, я говорил, кто не написал, как нашли наши ресурсы, напишите мне об этом. 71 человек уже ответили. И второе. Кто может помочь, то, что проповеди написаны в видео, сделать их в Ворде. Это нужно ускоренным темпом сделать. Потому что мне предложили, и я принял наши проповеди, это 1300 проповедей, 123 занятия тематических, и снова сейчас проповеди набираются. У нас будет 5 томов. Будет называться так. «Проповеди во свете Святой Библии». Про себя повторите. «Проповеди во свете Святой Библии». Ну, как проповеди в стихах были. А это проповеди. И будет 5. Вот это, которые сейчас издали, она по 800 страниц. А эти 5 томов будут примерно 1300 страниц в каждом томе. Конечно, фотографий будет там больше сотни, наверное, в каждом томе. Уже корочки сегодня закончили готовить. Все учли. Красное, синее, зеленое, желтое и белое. И все объяснено. А это Николай тут, Сироткин, работает. Видите как. Ну, нужно нам вот, которые проповеди есть, вот эти вот, перевести на ворде, на страницу, написать. Разные варианты существуют. Самый правильный, когда по одному предложению остановил. Предложение записал, остановил. А то техника, она там другие слова вставляет, и знаки припинания как. Так что, вот, давайте. На помощь. На помощь Господу с храбрыми. Туда, Господи, веди твои герои. По чем и Иоиль писал. Вопросов нет? Отхожу. С Богом. Аминь. Спаси Христос. Аллилуйя. Спасибо.